Халяль-туризм. Значит, соответственно, халяль – это дозволенное, но поскольку в исламе есть еще и четыре, помимо вот этой, всего пять, по моим сведениям, категории поступков и отношений к тому, что мусульманин делает, или что видит, или что он употребляет, к женедеятельности. Соответственно, есть вещи обязательные для мусульманина к применению, парт, есть желательные вещи, которые желательно совершать, есть дозволенная халяль, то, что разрешено делать, употреблять и что-то в этом роде. Есть нежелательный макрух, есть прямо запрещенный харам. Вот с точки зрения туриста, мы сейчас говорим, что турист, мусульманин, мусульманка отправился в путь куда-то по деловым или развлекательно-познавательным целям. Целей туризма может быть много, как, не знаю, вот у культурно-познавательно-исторических, географических и так далее, деловых и развлекательных путешествий. Соответственно, путнику, кто, собственно говоря, поехал в путешествие и является туристом, лицо мусульманин, который является туристом, который выехал куда-то за пределы, там есть определенные понятия, как далеко он должен выехать от своего дома, чтобы считаться путником. Вот он турист. То есть мусульманский турист – это тот, кто считается путником по канонам шариата. Соответственно, поскольку нахождение в пути всегда связано с определенными, ну, какими-то трудностями, неудобствами по времени, да, преодолении пути, усталости и так далее, не зря же говорят, там, отдохни с дороги, да. Вот. Соответственно, у мусульманина, во-первых, есть послабления, которыми он может пользоваться в исламе. Вообще, ислам, религия не, как это сказать, где не возложено, да как, в принципе, в любой религии, да, если внимательно почитать соответствующие религиозные права, да, и святую книгу, не возложено на человека больше, чем он может нести. То есть и религия достаточно щадящая, да, и, как отмечают сами верующие, соблюдать, на самом деле, обязательные там столпы, на самом деле, возможно, да, то есть вопрос вот силы воли и вероубеждения. Так вот, соответственно, находясь в пути, путнику дозволяется отступить от некоторых вещей и соблюдать обязательное, да. Ну, в частности, есть, скажем так, поблажки, да, если так можно сказать, в чтении намазов, да, то есть, допустим, если какие-то обязательные намазы верующие, которые находятся в своем ареале обитания и проживания, он читает, например, там, четыре, да, РКАТА, четыре комплекса намазов, то путнику разрешается читать два. Вот это вот, как бы, повлажка, да. Потом, соответственно, путнику разрешается, если, ну, как бы, нет возможности, там, не знаю, сближать время намазов, да, то есть с него меньше спросится за невыполнение обязательности времени намазов. И много-много еще таких вот вещей бытовых, там, я не знаю, чем можно умыться, как часто там можно не умываться полностью или можно не умыться. Много-много таких вот, как бы, вещей. Верующие их, безусловно, знают хорошо, да. Вот, соответственно, для меня, как бы, халяль-туризм или, вот, туризм мусульманина, это, скажем так, у него есть определенная формула. Можно формула, вот, халяль-туризма или формула, как бы, халяль вообще. От прямой, прямой, прямая формула, значит, халяль – это есть разрешенная. Формула от обратного. Халяль – это есть разница, то, что осталось от всех поступков, минус, прямо запрещенная. То есть, вот, очень часто, я думаю, что в путешествиях, по крайней мере, у путника, может быть, вот, как бы, вторая формула, да, нельзя делать то, что прямо запрещено, с остальным немножечко попроще. Понятно, что вот это вот сочетание, вот эту вот шкалу дозволенности каждый человек, естественно, определяет, там, для себя сам по своей системе, по своей системе мировоззрения и ценностей, да. Вот. Но, допустим, когда, там, скажем, говорят о строгости, там, халяль-туризма, мне иногда, ну, как бы, вот это вот режет слух, потому что я считаю, что, например, там можно попроще, да. Некоторые специалисты по халяль-туризму, они говорят, вы знаете, когда мы спрашиваем у туристов из исламских стран, стран, придерживающихся, там, исламского толка, что им нужно для того, чтобы они поехали там путешествовать, они выкатывают, там, такой вот огромнейший райдер, да, хотя, на самом деле, у себя на родине относятся, ну, как бы, к этому несколько попроще. Ну, в принципе, это, ну, логично, да, то есть, если человек сам решает для себя свою систему ценностей, чем он может пожертвовать, чем нет, чем он обязательно будет соблюдать, а что нет, он, как бы, и решает сам. А когда у него спрашивают, что вам такого надо сделать, чтобы вы приехали, ну, естественно, список вот этого райдера, он будет от души, да, он там, как бы, начнет перечислять то, что, например, сам себе в обязаловку, там, ну, как бы, не поставил, да. Вот, вот, собственно говоря, наверное, вот система ценностей, как бы, халяль-туризма, да, я думаю, что это не делать недозволенного, выполнять обязательное в меру того, что ты являешься в статусе своего путником, да, а все остальное – это, ну, как бы, твои вероубеждения. И степень вот этой вот строгости, она, ну, собственно говоря, определяет...